Стагирию-подвижнику, одержимому демоном. Слово первое. Стагирий, происходивший из знатного и богатого дома и воспитанный в правилах христианской веры, по благочестивому настроению своему, отказавшись от богатства и мирских занятий в Антиохии, посвятил себя подвижнической жизни отшельников, в которой вскоре, по попущению Божию, подвергся действию демона, беса или злого духа. Страдал припадками беснований, причинявшими ему такие мучения и такое душевное уныние, что он покушался даже лишить себя жизни. Святой Иоанн Затауст, узнав о бедственном состоянии Стагирии, с которым находился в дружеских отношениях, желал доставить ему духовное утешение посредством письменных увещаний, не имея возможности лично посетить его по причине собственной болезни, постигшей его после подвигов в пустыне в конце 380 года по Рождестве Христовым. В это время или в начале 381 года и могли быть написаны предлагаемые три слова святителя. Нам следовало бы теперь быть при тебе, любезнейший мой Стагирий, и принимать участие в твоих страданиях, и хотя сколько-нибудь, по мере наших сил, облегчать твое уныние, утешая словом, помогая делом и употребляя все другие средства. Но так как телесная слабость и приключившаяся головная боль, принудив остаться дома, лишила нас возможности послужить в столь полезном деле, то незамедленно исполнить по нашим силам то, что еще остается и для твоего утешения, и для нашей пользы. Может быть, это поможет тебе мужественно переносить настоящее бедствие. Если же мы не будем успеха в этом, то, по крайней мере, мысль о том, что мы со своей стороны не опустили ничего должного, облегчит нашу душу. Кто исполнил все, что считал полезным для прекращения постигших ближнего страданий, тот, если не успеет в этом, освобождается, по крайней мере, от упреков совести. И сложить в себя тяжесть этих упреков должен нести только тяжесть в скорби. Если бы я был из числа тех, которые благоугодны Богу и могут сделать великое, то не переставал бы молить и просить Бога о драгоценном для меня человеке. Но так как множество грехов лишает меня этого дерзновения и силы, то постараюсь предложить тебе словесное утешение. Так бывает и с теми, кто страдает телесными болезнями. Уничтожение страданий, прекращение болезни есть дело врачей. Но утешение больных не запрещается и прислуживающим им рабам. Они-то особенно и говорят много в пользу своих господ, если благорасположены к ним. Итак, если мы скажем что-нибудь такое, что может прекратить чрезмерную скорбь твою, тогда исполнится то, чего мы желаем. Если же ничего такого не найдем сказать, то, конечно, одобрит наше усердие тот, кто через блаженного Павла повелел плакать с плачущими и последовать смиренным. Причина твоего уныния, по-видимому, одна – неистовство лукавого демона. Но можем найти много скорбей, рождающихся потом от этого корня. Это, говорю я теперь не от себя, но на основании тех жалоб, которые часто слыхал от тебя, когда ты был вместе с нами. И, во-первых, ты жаловался на то, что в прежнее время, когда ты вел мирскую жизнь, ты не терпел ничего подобного. А когда распялся миру, тогда и почувствовал такую болезнь, которая способна смутить и повернуть в отчаяние. Во-вторых, на то, что многие из живущих в удовольствии, подвергшись одинаковой с собой болезни, после кратковременных страданий освободились от этой болезни и совершенно выздоровели, так что вступили в брак, сделались отцами многих детей, наслаждались удовольствием настоящей жизни и вновь уже не подвергались подобной болезни. Ты же проводишь столько времени в постах, всеночных бдениях и прочих подвигах, и между тем не получаешь освобождения от постигших тебя страданий. В-третьих, на то, что тот святой муж, который явил столь великую силу на других людях, не мог этого же сделать на тебе, возлюбленный. И не только он, но и бывшие с ним, которые даже сильнее его, все отошли от тебя одинаково безуспешными. Кроме того, по словам твоим ты сильно скорбишь, и потому еще, что сила уныния так овладела твоей душой, что часто ты едва не бросался в петлю или в реку или в пропасть. Есть и пятая жалоба, состоящая в том, что ты видишь, как твои сверстники, вместе с тобой начавшие вести подвижническую жизнь, благодушистует, а ты еще находишься в жесточайшей буре и живешь в самой ужасной темнице. По словам твоим, не столько должно плакать за кованым железо, сколько связанным этими цепями. Затем говорил ты мне еще нечто, сильно беспокоить тебя. Ты боишься и трепещешь за отца, как бы он, узнав об этом, не сделал больших неприятностей, принявшим тебя вначале святым. Потому что, надеясь на свою силу и богатство, и предавшись скорби, он отважится против них на все и не удержится ни от чего, что ему задумается. До настоящего времени мать могла скрывать от него случившееся и отвлекать его, когда он искал тебя. Но с течением времени притворство матери откроется, и он жестоко поступит и с нею, и с монахами. Но верхнее счастье в том, что ты не можешь надеяться и на будущее, и не знаешь точно, прекратится ли, и окончится ли когда-нибудь эта болезнь, после того, как ты столько раз надеялся на исцеление, и потом опять подвергался прежним мучениям. Все это, конечно, в состоянии обеспокоить душу, исполнить великого смущения, но душу слабую, неопытную и беспечную. Если же мы захотим быть несколько внимательными и благочестиво рассудить, то рассеем эти причины уныния как мелкую пыль. Не подумай, будто я теперь так легко обещаю тебе это потому, что я же сам чушь этой скорби и бури. Если слова мои покажутся иным невероятными, несмотря на это я буду говорить. А ты сам, конечно, не будешь вместе с другими не доверять нам. Когда нечистый демон в первый раз напал на твою душу и поверг тебя в то время, как ты молился вместе со всеми, то хотя я и не был при этом, за что благодарю человека любивого Бога, однако узнал все в точности, как бы находясь там. Мой твой друг Феофил, Ефесянин, пришедший подробно рассказал мне обо всем, о корчах в руках, об искривлении глаз, о пене на устах, о страшном невнятном голосе, трясении тела, продолжительном обмороке и сновидении, бывшем у тебя в ту ночь. Тебе представилось, говорил он, будто дикая свинья, испачканная грязью, постоянно бросалась на тебя и боролась с тобою. И когда спавший после тебя, встревоженный этим видением, проснулся, то увидел, что тебя опять мучит демон. Когда он рассказал об этом, то навел на нас такую же мглу, в какую демон поверг тебя, возлюбленный. Но когда я спустя долгое время пришел в себя, то все неприятное в этом мире перестало казаться мне неприятным, и все приятное приятным. И сдавна, познав всю совету житейского, я почувствовал ее тогда еще более, и любовь моя к твоему благочестию сделалась сильнее. Таково свойство несчастья. Они обыкновенно усиливают дружбу. Это видно из того, что они легко могут прекращать им вражду. И нет человека столь жестокого и бесчувственного, который, видя врага свое в несчастье, мог бы еще питать к нему ненависть. Если же мы жалеем даже врагов и поступаем с ними как с друзьями, когда видим их претерпевающими какое-либо несчастье, то подумай, что должен был чувствовать я, видя в тяжких муках уныния того, кто для меня любезнее всех, и кем я дорожу, как своею головою. Не думай же, будучи, будто бы мы чужды твоей скорби, и поэтому не принимай моего утешения с подозрением. Хотя я, по милости Божией, свободен от мучений и нападения лукавого демона. Но не менее твоего чувства и уныния и скорбь от этих мучений, в чем поверит всякий, кто умеет любить так, как должно любить. Стряхнем же с себя эту пыль. Тогда сносно и легко будет это уныние по свойству своему, если только мы не захотим беспечное предоставить этому чувству увлекать нас в пропасть. Но постараемся воспрянуть духом и размыслить, что надо было делать. Многие из скажущихся несчастья представляются великими и невыносимыми, пока они будут хорошо рассмотрены. А кто рассмотрит их разумно, тот найдет, что они гораздо легче, чем о них думали. Это, надеюсь, случится и теперь. Итак, ободрись. Не следуй пустому и неразумному мнению толпы и не делай врага более сильным против нас. Если бы я говорил с кем-нибудь из неверных или думающих, будто все происходит случайно, или приписывающих промышления о мире лукавым демонам, то мне предстояло бы много труда, чтобы сначала опровергнуть ложное мнение и внушить убеждение в истинном промысле о Вселенной, а потом обратиться к утешению. Но так как ты по благодати Божьей с детства знаешь Священное Писание и, приняв от предков истинные спасительные догматы, несомненно веруешь, что Бог промышляет обо всем и особенно о верующих в Него, то оставив эту часть речи, начнем с другого. Когда Бог сотворил ангелов, или лучше поведем речь от Высшего, прежде нежели получили бытие ангела и прочие силы небесные, существовал Бог, не имеющий начала бытия Своего. Как существо, никогда не имеющее ни в чем нужды, ибо таково Божество. Он сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа. Сотворил единственно по благости Своей, а не по чему-либо иному. Если бы Он не был высочайше благ, то и не сотворил бы тех, в чем служение не нуждался. По сотворении их Он творит опять по той же самой причине и человека, и весь этот мир. А дарив человека бесчисленными благами, Он поставил это малое и немощное существо владыкою над таким множеством творений, сделав его на земле тем же, что Сам Он на небесах. Ибо слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию» означают не что иное, как то, что и человеку дана власть над земным. Сотворив его и поставив в такой чести, Бог назначил ему, как царю царское, прекраснейшее на всей земле место пребывания – рай. Кроме того, желая и другим способом показать ему, насколько он выше прочих тварей, Бог приводит к нему всех животных и повелевает дать всем им имена. Но ни одного из них не дает ему в помощники. Представляя ей причину, не нашлось, говорит, помощника подобного ему, показав этим человеку, что он занимает середину между двумя естествами – небесным и земным, что он выше всего земного, и что из множества этих творений ни одно не равно ему. Бог творит потом жену, и этим удостаивает его новой чести. И ясно показывает, что жена создана для него, как и Павел говорит, ибо не создан был муж для жены, но жена для мужа. И не этим только Бог отвечил человека, но и тем, что ему одному из всех творений сообщил дар слова, удостоил его познания о себе, позволил наслаждаться собеседованием с собою, сколько это было для него возможно, обещал дать ему бессмертие, исполнил его великой мудростью и даровал ему духовную благодать, так что он изрекал некоторые пророчества. Всем этим Бог одарил человека тогда, когда с его стороны еще не сделано было никакого доброго дела. Как же поступил человек после столь многих и великих благодеяний? Он более поверил врагу, нежели даровавшему все это, и, презрев заповедь Творца, предпочел обольщение того, кто старался совершенно погубить его и лишить всех благ. Предпочел, несмотря на то, что дьявол не оказал ему никакого ни великого, ни малого благодеяния, а только сказал ему несколько слов. Но погубил ли Бог человека за то, что он оказал такую неблагодарность в самом начале и, так сказать, на первом шагу своем по справедливости следовало бы погубить и исторгнуть из среды живых того, кто, получив бесчисленные блага, в самом начале жизни заплатил за эти блага ослушанием и неблагодарностью. Но Бог продолжал благодетельствовать ему не меньше, чем прежде, показывая, что хотя бы мы тысячу раз согрешили и отступили от Него, Он никогда не перестанет устроять наше спасение, и что если мы обратимся, то спасемся. Если же будем упорствовать во зле, то, по крайней мере, ясно будет, что Бог делает все от Него зависящее. Так и изгнание из рая, и удаление от древа жизни, и осуждение на смерть кажется делом наказующего и отмщающего, но на самом деле есть не меньше прежнего дела, промышляющего о человеке. Хотя эти слова и представляются странными, однако они истинны. События, конечно, были противоположны одни и другим, но цели тех и других одинаковы и согласны. То есть, изгнание из рая, поселение ввиду его запрещения вкушать от древа жизни, удаление от этого древа, осуждение на смерть, временное отдаление этого осуждения, все это так же, как и прежнее благодеяние, сделано для спасения и чести человека. О прежнем я не буду говорить ничего, потому что это очевидно для всякого. Но о последнем надо бы сказать. Как же мы узнаем, что и последнее сделано для пользы человека? Узнаем, если размыслим, чему подвергся бы он, если бы этого не было. К чему же он подвергся бы? Если бы человек после обещания дьявола сделать его по преступлению заповеди равным Богу, остался в той же чести, то впал бы в три крайние бедствия. Во-первых, стал бы считать Бога недоброжелательным, обольстителем и лжецом. Во-вторых, действительного обольстителя, отца лжи и злобы, благодетелем и другом. И кроме того, продолжал бы впредь грешить бесконечно. Но Бог избавил его от всего этого, изгнав тогда из рая. Так и врач. Если не трогает раны, то дает ей боли изогноиться. Если же вырезывает, то останавливает дальнейшее распространение гнилости и язвы. Что же из этого? Скажет кто-нибудь. Бог не остановился на этом, но еще наложил на человека подвиги и труды, потому что ничто так немало способно пользоваться покоем, как человеческая природа. Если уже и теперь, когда лежат на нас такие труды, мы грешим непрестанно, то на что не дерзнули бы, если бы Бог оставил нас при удовольствиях еще и в бездействии. Ибо всякое слове, говорит Писание, научило праздность. Это излечение подтверждает как ежедневное событие, так и случившееся с нашими предками. И сели люди, говорит Писание, есть и пить, и стали играть. И еще утолстел, разжирел, отвергся возлюбленный. Согласно с этим, говорит и блаженный Давид, когда убивал я их, тогда они искали его и обращались к Богу. И к Иерусалиму Бог говорит через Иеремию, всегда наказывал Иерусалим, чтобы душа моя не отступила от тебя, Иеремия 6. А что не только злым, но и добрым людям спасительно подвергаться уничижению и страданию. Об этом пророк еще говорит так, благо мне Господи, что смирил меня, дабы научиться оправданием Твоим. После него Иеремия говорит то же самое, хотя не теми же словами, благо мужу, когда берет Иерем, тяжкий от юности своей, плач Иеремии 3.27, и о себе самом молит Бога так, не будешь щадящий меня во отчуждении в день лютый, 18.17. И блаженный Павел, который столько просиял благодать и превзошел человеческую природу, имел, однако же, нужду в этом благотворном средстве, посему и говорил, дан мне жалово плоть, ангел сатаны, чтобы удручать меня, дабы я не превозносился. А всем трижды молил я Господа и сказал мне Господь, довольна ли Тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Хотя евангельская проповедь могла быть совершена и без гонений, и без скорбей, и без трудов, и подвигов. Однако Христос не восхотел этого, промышляя о проповедниках. Поэтому и сказал им, в мире будете иметь скорбь. И желающим войти в Царство Небесное Он повелел идти тесным путем, так как иначе невозможно достигнуть его. Итак, скорби, искушения и все случающиеся с нами неприятности все не менее радости доказывает Божие о нас попечение. И что я говорю о здешних скорбях? Самая угроза гиеннаю не менее обетования Царства Небесного показывает Божие человеколюбие. Если бы он не угрожал гиеннаю, то не скоро можно было бы достигнуть небесных благ. А одно обетование благ недостаточно для побуждения к добродетели, если не имеющих усердия к ней не поощряет и страх наказания. Поэтому Бог и первозданного человека вначале изгнал из рая, так как дарованная ему честь сделала бы его хуже, если бы оставалась твердая и непоколебимая после нарушения заповеди. А что я говорю об Адаме? Чего не сделал бы Каин, живя в раю и наслаждаясь его утехами, если он и лишившись этого, имея перед глазами своими наказания, постигший отца, не вразумился, но впал еще в большее нечестие. Первый изобрел и совершил убийство, и убийство самое преступное. Он не мало по малу и не в течение долгого времени дошел до этого нового злодеяния, но внезапно и вдруг достиг самой вершины нечестия, подстерег и убил того, кто произошел из одной с ним утробы, и не оскорбил его ничем. Или, может быть, Каин все за оскорбление себе, что Авель угодил Богу? Впрочем, по моему мнению, и здесь ты можешь усмотреть человеколюбие Божие. Когда Каин оскорбил самого Бога, Творец вразумляет его словами и утешает скорби. Но когда он совершил преступление против брата, тогда уже Бог являет гнев свой и налагает наказание. Между тем, и первая заслуживала такого же, если не более, жестокого наказания. Если у людей считается проступком и обидой, когда кто-нибудь из рабов лучшее сбережет для себя, а худшее подаст господину, не тем ли более это применимо в отношении к Богу? Но Каин совершил не только этот грех, но и другой, не меньший. Позавидовал чести брата. Если бы он раскаялся в грехе своем, то угодил бы Богу эту прекрасную переменную. Но не от раскаяния, а от зависти и ненависти происходило его смущение, как показал это конец дела. Каин почти разгневался на Бога за то, что Бог, оскорбленный им, не почтил его и не предпочел злого доброму. Однако Бог, несмотря на то, что грехи Каина требовали тяжкого наказания, поступает с грешником гораздо милостивее, чем он заслуживал, и пытается успокоить раздраженную душу его. Ибо скорбь Каина происходила от раздражения, потому Бог и говорит ему, умолкни. Так говорил Бог, хотя и знал, до чего дойдет злоба Каина. Но он хотел отнять у неблагодарных всякий предлог к ропоту. Если бы Каин наказан был в самом начале, то многие стали бы говорить так, разве нельзя было наперед внушить словами, вразумить и устрашить, а потом и наказать, если бы Каин остался при прежнем расположении? Наказание его весьма жестоко и строго. Поэтому Бог долго терпит наносимое ему оскорбление, чтобы заградить уста таким людям и вместе показать, что он и отца Каинова наказал по своей благости. И кроме того, последующих людей привести к покаянию таким своим милосердием. Когда же Каин по упорству своему и нераскаянности сердца собрал себе гнев, тогда он и наказывает. Если бы Каин и после убийства остался ненаказанным, то решился бы и на другое, еще большее зло. Нельзя сказать и того, что он согрешил по неведению. Мог ли он не знать того, что знал младший брат? Впрочем, если угодно, положим, что первое преступление произошло от неведения. Но после того, как он услышал «умолкни», после того, как получил прощение, неужели по неведению он решился на убийство, осквернил землю и нарушил законы природы? Видишь ли, что и первое происходило не от неведения, а от злобы, лукавства и крайнего нечестия. Какое же наказание за все это? «Синая и трясясь будешь на земле», говорит Бог. Наказание, по-видимому, тяжкое. Но оно не будет таким, если мы размыслим о грехе и внимательно рассмотрим самое наказание. Каин, после того, как неправо принес жертву, обиделся на то, что он оскорбивший и непочтенно оскорбленным Богом, отверг его внушение, первый дерзнул совершить убийство, или лучше сказать, грех еще более преступный, чем убийство. О печали родителей солгал перед Богом, когда сказал он, «Разве я сторож брату моему?» И за все это наказывается только страхом и трепетом. Впрочем, можно сказать, что благость Божия видна здесь не из того только, что наказание легче греха, но из того, что в наказании заключается немалая польза. А польза та, что все последующие люди вразумляются наказанием Каина и становятся лучшими. Поэтому Бог не в тот час предал Каина смерти, потому что не все равно слышать ли, что какой-то Каин, убивший брата, подвергся смерти, или видеть этого убийцу, несущим наказание. В первом случае могли бы и не поверить рассказу по чрезмерности преступления. А теперь, когда Каин был видим, и многие в течение долгого времени были свидетелями его наказания, событие стало очевидным и достоверным и для современников, и для потомков. Но скажут, какая же польза от этого ему самому? Весьма большая. Бог заботился и о его спасении, когда словесным разумлением умерял его ярость, насколько от него зависела. Но если рассмотреть и самое наказание, то и от него окажется великая польза. Если бы Бог тот час умертвил Каина, то не дал бы ему времени для раскаяния и исправления. Теперь же он, продолжая жизнь в страхе и трепете, мог бы получить от такой жизни великую пользу для себя, если бы не был крайне бесчувственным и больше зверем, нежели человеком. Кроме того, настоящее наказание уменьшало для него тяжесть будущего мучения, потому что наказаниями или бедствиями, которые посылает на нас Бог в настоящей жизни, устраняется немалая часть будущих мучений. Свидетельство на это можно привести из Божественных Писаний. Христос, беседая с учениками, повествуя о Лазаре, говорит, что Авраам, когда богач просил его оросить немного концом перста горящий язык, сказал ему, чадо, вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, посему он ныне здесь утешается, а ты страдаешь. А Павел, когда говорю я о Павле, то также разумею заповеди Христа, потому что им была движима эта блаженная душа. Когда пишет Коринфянам о блуднике, повелевает предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Еще, беседуя с ними же, о тех, которые недостойно приобщаются тайн, он говорит, посему многие из вас больны и немощны и немало умирает. Если бы мы судили себя, то не были бы осуждены. Будучи судимы от Господа, наказываемся, дабы не быть осужденными с миром. Видишь ли, неизреченное человеколюбие и беспредельное богатство благости. И видишь ли, как Бог делает и предпринимает все, чтобы мы, и согрешившие, потерпели наказание легче заслуженного или даже совершенно от него избавились. Если же кто скажет, почему Бог не уничтожил древнего искусителя, то ответим, что и здесь он поступил так, заботясь о нас. Если бы лукавый владевал нами насильно, то этот вопрос имел бы некоторую основательность. Но так как он не имеет такой силы, а только старается склонить нас между тем, как мы можем и не склоняться, то для чего же устранять повод к заслугам и отвергать средства к достижению венцов? Притом, если бы Бог, зная, что дьявол неодолим и может всех покорить себе, оставил его в мире, и тогда не следовало бы предлагать подобного вопроса, и тогда мы сами были бы виновны, если бы он одолевал и побеждал тех, которые не противятся ему, но подчиняются добровольно. Однако сказанного было бы недостаточно для тех, кто не хочет вразумиться. А если много есть таких, которые уже преодолели силу дьявола, и много еще будет таких, которые преодолеют, для чего же имеющих прославить и одержать бестательную победу и лишать этой чести? Бог для того оставил дьявола, чтобы и те, которые уже побеждены были им, не изложили его самого. А это для дьявола тяжелее всякого наказания и может довести его до конечного осуждения. Но скажет кто-нибудь, не все могут преодолеть его. Что же из этого? Гораздо справедливее, чтобы доблестные имели повод к обнаружению своей доброй воли. А недоблестные наказывали за собственное нерадение, нежели чтобы первые терпели вред за вторых. Теперь порочные, если и терпят вред, то потому что его побеждает не враг, а его собственное нерадение, как это доказывается тем, что многие побеждают дьявола. Тогда же добродетельные потерпели бы вред за порочных, потому что из-за них не имели бы повода показать свое мужество. И было бы тоже, как если бы распорядитель при ротоборстве имеет двух борцов, из которых один готов сойтись с противником, выказать много мужества и получить в награду венец, а другой предпочитает утомительной борьбе бездействия и веселья, удалил противника и их обоих отпустил бы без дела. Здесь храбрый потерпел бы вред из-за негодного, а последний худ не из-за храброго, а по собственной негодности. Кроме того, хотя настоящий вопрос касается по-видимому дьявола, но такое умствование простираясь далее по связи мыслей, во многих отношениях поведет к обвинению и порицанию промысла Божия и подвергнет нареканию все мироздание. Так оно осудит создание уст и глаз, потому что через глаза многие получают пожелания того, чего не должно, и впадают в прелюбодеяние, а устами иные произносят богохульство и преподают пагубные учения. Неужели же поэтому людям надлежало быть без языка и без глаз? Так отсечем и ноги, отрубим и руки, потому что руки иногда обогряются кровью, а ноги бегут на грех, и уши не могли бы избежать такого же строгого осуждения, потому что и они воспринимают тщетную молву и передают душе пагубные учения. Отсечем же и их, а если так, то и пища, и питье, и небо, и земля, и море, и солнце, и свет, и луна, и хор звезд, и все роды бессловесных животных, все они на что будут полезны, когда тот для кого они созданы, обезображен столь жалким образом. Видишь ли, до каких смешных и нелепых мыслей неизбежно доводят такое умствование. Дьявол зов для себя, а не для нас. Мы же, если захотим, можем приобрести через него много и добра, конечно, против его воли и желания. В этом и открывается особенное чудо и превосходство человека любия Божия. То, что люди делаются лучшими, само по себе уже терзает и мучает дьявола. А когда мы будем достигать этого через него же, то он не в состоянии будет и перенести такого посрамления. Но как это достигается через него? Когда мы, страшась его жестокости, постоянных наветов и непрерывных козней, будем отгонять от себя тяжкий сон, бодрствовать и всегда помнить о Господе. Это не мои слова блаженного Павла. Послушай, как он почти тем же словами пробуждает спящих из числа верных. В послании к Ефесянам он говорит так, ибо брань не против крови и плоти, но против начальств, против правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Так говорил он не с тем, чтобы лишить их мужества, но чтобы ободрить. И Петр говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что враг ваш дьявол ходит, как левры кающие, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою. Это сказал он, желая сделать нас более мужественными и внушить, чтобы мы более прилепились к Богу. Кто видит наступающего врага, тот скорее прибегает и прилепляется к могущему помочь. Так и малые дети, когда увидят что-нибудь страшное, бегут в объятия матери, хватаются за одежду ее, крепко держатся за нее и не отстают, несмотря на старание многих оттащить их прочь. А когда нет ничего страшного, они не слушают ни ее зова, когда она всячески старается приманить их к себе и даже не смотрит на предложенную пищу. Поэтому многие матери, когда не действует убеждение, посредством пугов и страшилищ похищряются возвратить к себе детей и убеждают их опять прибежать к ним. Так бывает не только с детьми, но и с нами. Когда лукавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда познаем самих себя, тогда с великим усердием прибегаем к Богу. Но если бы дьявол был уничтожен в самом начале и не существовал, то может быть многие не поверили бы тому, что было, то есть что он обольстил человека и лишил его многих благ, а сказали бы, что это сделал Бог по недоброжелательству и зависти. Если и теперь, после столь ясных доказательств обольщения дьявола, некоторые дерзают говорить это, то если бы вовсе не испытали злоба его. Впрочем, если обратить строгое внимание на дела, то можно заметить, что на худое не всегда толкает нас дьявол, хотя он делает нас намного зла, но много и мы сами вредим себе единственно по своей беспечности и неродению. Обратимся опять к тому, с чего начали. Когда дьявол приступал к Каину и внушал ему совершить убийство. Когда с матерью его он открыто разговаривал и соблазнял ее, а с ним не делал этого? Если скажут, что он вложил в него злые помыслы, то это зависело от самого Каина, который принял внушение, послушался и подал дьяволу повод к наступлению. Однако Бог и тогда не оставил Каина, но продолжал научать и вразумлять его тем самым, чем, по-видимому, на что я говорю о наказании Каина, одного человека, когда и потоп, в котором погибло столько людей, может открыть нам Божие промышление. И, во-первых, Бог не вдруг и не внезапно навел это бедствие, а предсказал о нем и не за короткое время, но еще за 120 лет. Потом, чтобы люди по причине отдаленности предсказанного не забыли, не впали в беспечность, он повелел строить перед глазами их ковчег, который яснее всяких слов говорил об угрозе Божией. Каин уже изгладился из памяти людей, а этот ковчег, находившийся перед их глазами, постоянно напоминал об угрожавшем бедствии. Но люди и после этого не вразумились, а продолжали вызывать и навлекать на себя бедствия. Бог никогда бы не захотел угрожать потопом и наводить его, равно как угрожать и гиенную, но всему причиною мы сами. Зная это, премудрый говорил, Бог смерти не сотворил, не вселил ее на погибель живым. Премудрость Соломон 1.13 И сам Бог через пророка говорит так, не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Если же мы не обращаемся, то сами навлекаем на себя погибель и смерть. Сами, а не Бог, который не хочет, чтобы мы погибли, и показывает путь, как избежать дьявола. Но это ли только можем мы сказать о потопе и не найдем ли какой-либо пользы от него происшедшей? Невозможно и сказать, сколько пользы произошло от него, как для самих погибших, так и для последующих людей. Первые были удержаны от дальнейших преступлений, а последние получили еще большую пользу, так как вместе с самими грешниками уничтожена была, так сказать, закваска и причина зла. Если люди без примеров легко могут изобретать зло, то чего бы они не сделали, если бы многие поощряли их порочным делам? Чтобы этого не случилось, чтобы последующие люди не имели столь многих учителей зла, Бог одновременно погубил всех их. 177. Но как мудрые или вернее, как безумно суждение тех, которые, не желая делать ничего доброго, придумывают и говорят все, чтобы вину собственных грехов сложить на Бога. Если бы, говорят они, Бог не попустил, то дьявола не приступил бы и не привстил сразу. Но тогда Адам и не узнал бы, какое имел он благо, и никогда не смирил бы своей гордости. Такой думал о себе, что надеялся быть Богом. На что не дерзнул бы, если бы не был вразумлен? Предположим, что дьявол не внушил бы ничего Еве, и ни слова не сказал бы ей о древе. Неужели в таком случае прародители не впали бы никогда? Не пали. Нельзя этого сказать. Кто так легко послушался жены, тот и без дьявола сам по себе скоро впал бы в грех, за что подвергся бы еще большему наказанию. Притом в настоящем событии ни одно обольщение дьявола было причиной всего зла, но жена увлеклась и собственной похотью и пала. На это и указано в Писании, сказав, и увидела жена, что добро дерево для пищи и приятность для глаз, и взяла от плодов его и ела. Говорю это теперь не с тем, чтобы освободить дьявола от обвинения в коварстве, но чтобы показать, что если бы первые люди не пали добровольно, то никто не заставил бы их пасть. Кто так легко принял обольщение от другого, тот и прежде обольщение был бесцепен и невнимателен. И дьявол не имел бы такого успеха, если бы вступил в разговор с душой бодрствующей и внимательной. Но есть люди, которые, когда их опровергнут с этой стороны, оставив дьявола, обращаются к заповеди и, не касаясь согрешившего человека, обвиняют Бога и говорят, для чего он дал заповедь людям, когда знал, что они согрешат. И это слова дьявола измышления ума нечестивого. Бог дал заповедь, показал большее попечения людях, нежели когда бы он не дал ее. Это видно из следующего. Положив, что Адам, которого воля была так беспечна, как показали последствия, не получил бы никакой заповеди и продолжал наслаждаться блаженством. К худшему или к лучшему повела бы его беспечность и изнеженность от этих наслаждений. Для всякого очевидно, что он ничем не озабоченный дошел бы до крайней степени зла, если он еще не уверенный в бессмертии, только сомнительной надеждой на него дошел до такой гордости и безумия, что надеялся сделаться Богом, хотя и видел, что обещавший ему это ни в каком отношении не заслуживает доверия, то до какого безумия не дошел бы он, если бы несомненно обладал бессмертием, какого бы не сделал греха. Стол ли бы когда-нибудь повиноваться Богу? Обвиняя Бога, ты поступаешь так, как те, которые стали бы винить запрещающего блудодеяния за то, что слышавшие это запрещение станут блудодействовать? Не крайне ли безумны такие слова? Если бы к человеку, не получившему заповеди, дьявол приступил с советом отступить от Бога, то легко склонил бы его в этом, потому что кто по получению заповеди призрел давшего ее, тот, если вовсе ничего не слыхал от него, скоро позабыл бы даже то, что он находится под властью Господа. Поэтому Бог своей заповеди заранее научил его, что он имеет Господа, которому во всем должен повиноваться. Но скажут, какая польза произошла от этого? Если бы даже никакой пользы не было, и это следовало бы ставить в вину не Богу, преподавшему наставление, а человеку, который не внял этому прекрасному внушению. Между тем, дарование заповеди не осталось бесполезным и после ее нарушения. И то, что первые люди скрылись и исповедали грех, и старались сложить вину преступления муж на жену, а жена на змея, все это показывает, что они убоялись, вострепетали и признали на собою власть Божию. А как полезно было от сатанинской надежды быть богами, перейти к такому страху, это понятно для всякого. Тот, кто мечтал о равенстве с Богом, так смирил и уничижил себя, что боится наказания и мучения и признается в грехе своем. Не бессознательно грешить, а скоро замечать и сознавать грех свой, есть дело весьма важное, начало и путь, ведущий к исправлению и перемене к лучшему. Итак, всю благость Господа к нам не познать, не изъяснить невозможно. Я же скажу главное из того, что мы знаем. После такого прислушания, после столь многих грехов, когда сила греха овладела всей вселенной, когда роду человеческому надлежало потерпеть самое жестокое наказание, совершенно погибнуть и самому имени его изгладить, тогда Бог и оказал нам величайшее благодеяние. Он предал на смерть единородного своего за врагов, отступивших, отвратившихся и ненавидевших его, и через него примирил нас с собою, и обещал даровать нам царство небесное, жизнь вечную и бесчисленное благо, которых ока не видела и уха не слышала, и на сердце человеку не приходило. Что может сравниться с этой попечительностью, человеколюбием, благостью? Посему и сам он говорит, как отстоит небо от земли, так отстоят пути мои от путей ваших, и мысли мои от мыслей ваших. И Крачаев и Давид, рассуждая о человеколюбии его, говорит, по высоте небесной от земли утвердил Господь милость своих боящимся его, как отстоят восток от запад, так удалил он от нас беззаконие наше. Как щедрит отец сынов, так ущедрил Господь боящихся его, и даже еще более, чем отец. Но мы не знаем другого лучшего примера высочайшей любви. Выше этого пример представил Исаи, указав на мать, которая гораздо больше отца бывает привязана к детям. Он говорит так, забудет ли женщина грудное дитя свое. Если она забудет, говорит Господь, то я не забуду тебя, показывая этим, что милосердие Божие выше естественной привязанности. Так говорили пророки, а Христос беседой с иудеями сказал, если вы, будучи лукавы, умеете доброе деяние творить детям вашим, то кольми паще Отец ваш небесный даст благо просящему него. Выражая этими словами ничто иное, как то, что насколько отличается добро от зла, настолько Божья попечительность отличается от родительской. Но не останавливайся на этом, а проникай умом еще далее. Это сказано применительно к твоему пониманию. Между тем, у кого премудрость и благость беспредельны, у того и человеколюбие таково же. Если же мы не замечаем его человеколюбие в каждом событие, то и это знак его беспредельности. Бог ежедневно устрояет для нашего спасения много такого, что известно ему одному. Он благодетельствует роду нашему по благости своей, не нуждаясь ни в прославлении от нас, ни в каком-нибудь другом возмездии, и посему очень многое оставляет сокрытым от нас. А если иногда и открывает, то это делает для нас, чтобы мы, проникнувшись чувством благодарности, сподобились еще большей помощи его. Будем же благодарить его не только за то, что знаем, но и за то, чего не знаем. Потому что он благодетельствует нам не только, когда мы желаем того, но и когда не желаем. Зная это, и Павел внушал благодарить всегда и за все, от что Бог печется не только о всех вообще, но и о каждом в отдельности. Это можно слышать от него самого, когда он говорит так. Итак, нет воли Отца Небесного, что погиб один из малых сих, разумея верующих в него. Он желает, чтобы и неверующие в него все спаслись, исправившись, и уверовавши в него, как и Павел говорит, желает, чтобы все человеки спаслись и пришли в разум истины. И сам он говорил иудеям, не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию. И еще, милости хочу, а не жертвы. Даже когда люди при такой попечительности о них не захотят исправиться и познать истину, и тогда он не оставляет их. Но так как они добровольно сами лишают себя небесной жизни, то он доставляет им по крайней мере все необходимое для настоящей жизни, повелевает солнцу сиять над злых и добрых, посылает дождь на праведных и неправедных и подает все прочее для продолжения настоящей жизни. Если же он так промышляет о врагах своих, то оставит ли когда без попечения верующих в него и угождающих ему по силам своим? Нет, нет, об них он более всех печется, и волосы головы вашей, говорит он, все сочтены 180. Итак, когда подумаешь, что ты для Христа оставил отца, дом, друзей, родных, несчетное богатство и великую славу, и терпишь теперь такую скорбь, то не падай духом, отчего рождается недоумение, тем самым и разрешится наше недоумение. Как? Бог не может солгать, а он тем, кто оставит все это, обещал вечную жизнь. Ты презрел и оставил все, что же тебе препятствует надеяться на это обещание? Постигшее тебя теперь искушение, но что оно по отношению к обещанию? Бог обещал нам вечную жизнь не здесь, а если бы даже и здесь надлежало исполниться этому обещанию, и тогда не следовало бы скорбеть, потому что человеку благочестивому и верующему надобно так крепко полагаться на обетование Божие, чтобы видя и противоположные им события не смущаться и не отчаиваться в их исполнении. Смотри, какое обетование получил верный Авраам, и что повелевалось ему делать? Обетование состояло в том, что потомки его от Исаака наполняют всю вселенную, а повеление требовало, чтобы он заклал того самого Исаака, потомками которого должна была наполниться вся земля. Что же, смутило ли это праведника? Нет. И при таком разногласии, противоречии, повелении с обетованием он не смутился, не усомнился и не сказал чего-нибудь такого. Бог одно обещал, а другое теперь заставляет меня делать. От этого сына обещал мне великое множество потомков, а теперь повелевает закладь его. Как же тот сбудется, если пресечется этот корень? Верно, Бог обманул меня и посмеялся надо мною. Ничего такого Авраам не сказал, даже не подумал, и весьма справедливо, потому что если обещает Бог, то хотя бы представлялись тысячи препятствий к исполнению обещанного, не должно смущаться и сомневаться в исполнении. Действие силы Божия в том особенной состоит, чтобы из безвыходного положения находить выход. Так рассуждал тогда и блаженный Авраам, посему Павел изумлялся вереву и сказал, верою, привел Авраам Исаака искушаемый единородного, принес, обетование принял, указывая и намекая на то самое, о чем я теперь сказал. И не один Авраам, но и правнук его Иосиф, хотя и видел, что данное ему обетование остается без исполнения в течение долгого времени и по многим обстоятельствам, однако остался непреклонным, потому что он обращал взоры свои только к обещавшему, а если бы он предался человеческим рассуждениям, то отчаялся бы в исполнении обетования. Виденный им сон предвещал поклонение ему братьев и родителей, а события были не таковы и во многом не соответствовали этому. Во-первых, те самые, которые должны был кланяться ему, ввергает его в ров и, продав иноплеменникам, отправляет его в чужую и дальнюю землю. Эти события казались столь противоречащими сновидению, что сами несчастные братья насмехались над ним и говорили, вот идет сновидец, ныне пришел, убьем его и бросим его в один из рвов и скажем, зверлю ты съел его и увидим, что будет со снами его. Затем и купившие Иосифа опять продают его не какому-либо свободному человеку, но царскому рабу. И этим еще не окончилось его несчастье. Но подвергшись клевете госпожи и был осужден, он много лет жил в темнице. И хотя другие выходили оттуда, оставался там еще долгое время, несмотря на столь многие обстоятельства, которые могли смутить душу его, он остался непоколебимым. Таково же и наше положение, или вернее, оно еще более затруднительно. Нам Бог обещал царство небесное, вечную жизнь, бессмертие и бесчисленные блага, а происходящее и случающееся с нами теперь, именно смерть, тление, наказание, мучение и различные и непрерывные скорби далеко не соответствуют этому. Для чего же Бог делает это и попускает такие события, которые противоречат обетованиям? Этим Он совершает два величайших дела. Во-первых, представляет нам несомненные доказательства своей силы, то есть что Он может привезть в исполнение обетования, по-видимому, самые невероятные. Во-вторых, научает нашу душу верить Ему во всем, хотя бы события оказались противоречащими предсказаниям. Такова сила надежды. А она не постыжает того, кто искренне предан ей. Если же так поступали те, которые получали обещания здешних благ, то гораздо более должно так поступать нам, которое надеемся на исполнение благих обетований не в настоящей жизни, но в будущем веке. Для здешней жизни Господь предсказал скорбь и тесноту. Что же смущает тебя? Почему ты не доверяешь Божьей обетованию? Презреть для Него весь мир и потом говорить, что Он не печется, может только тот, кто не верит, сомневается и считает обетование Божье обманом, а это поистине значит бесноваться и навлекать на себя огонь геенский. Однако и между людьми, преданными делам мирским, есть такие, которые живут спокойно. Так, и это предсказал Христос, истинно, истинно, говорю вам, говорил Он, ибо вас плачете и возрыдаете вы, а мир возрадуется. И между прежними поколениями вавилоняне, даже не знавшие Бога, пользовались богатством, власти и чести, а иудеи жили в плену, в рабстве и в крайних бедствиях. И Лазарь, достойный небес и царства небесного, лежал покрытый ранами, которые облизывали псы, и постоянно боролся с голодом. А богат жил в чести, окруженный обществом, в роскоши и удовольствиях, но все это нисколько не помогло ему в гиене. Как и Лазарю, голод и раны не препятствовали проводить честно настоящую жизнь. Напротив, он, как мужественный борец, подвязавшийся с самый тяжкий зной и жарств, победил и увенчан. Посему один мудрец и сказал, Сирахов, 2 глава, 1 стих, «Сын мой, если приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению управ сердце твое и будь тверд и не смущайся во время посещения». И несколько ниже, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. И еще в другом месте говорится в прише Соломона 3.11 «Наказание Господне сын мой не отвергай и не тяготись обречением его». Кто ввергает золото в печь, тот знает, сколько времени следует ему находиться в огне, и когда должно оно быть вынуто. Посему мудрец и говорит, не скорби при наведении печали, а Соломон, научая тому же самому, и сказал, не ослабевай, будучи от него обличаемый. Скорбь великое дело, великое для того, чтобы человек стал доблестным и научился добродетели терпения. А что скажет кто-нибудь, если она своей чрезмерностью поколеблет и преодолеет человека? Верен Бог, который не оставит вас, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Если наказание бывает от любви, а оставление без наказания от ненависти, то невозможно, чтобы один и тот же вместе любил и ненавидел одного и того же, наказывал и вместе оставлял его без внимания. Почему же, скажет кто-нибудь, многие пали, потому что сами отпали от Бога, а не им были оставлены? Писание говорит, удаляющие себя от себя погибнут, а отдаляются они тем, что не переносят вразумлении Божиих, но гневаются и негодуют на них, как если дурные дети, будучи послан своими отцами к учителям, стараясь избегнуть тамошних трудов и малых наказаний, совсем убегает от родителей, то не получает от этого никакой пользы, а подвергается гораздо большим неприятностям, оказываясь в необходимости терпеть на чужбине и голод, и бесприютность, и болезни, и бесчести, и рабство. Так тоже бывает и с теми, которые не переносят с благодарностью внушения Божия, а негодуют на него. Они не только не получают от этого никакой пользы, но подвергают себя еще крайним бедствием. Посему нам и заповедано терпеть и укреплять сердце свое, но ты подвергся страданиям гораздо тягчайшим. Так и воспитатели детей не всем назначают равные и одинаковые упражнения, но слабым слабые, а сильным дают таких же сильных противников. Потому что у кого противник окажется слабее его самого, тот не будет иметь надлежащего упражнения, хотя бы стал бороться с ним целый день. Почему же скажет кто-нибудь не всем посвятившим себя одинаковой жизни, Бог определил нести одинаковые труды? Потому что у Бога не один вид упражнений, и люди не все имеют нужду в одном и том же, хотя бы они были в одинаковых обстоятельствах. Подобно тому, как многие больные, страдающие одинаковыми болезнями, имеют нужду не в одних и тех же лекарствах, но одни в одних, другие в других. Посему и способы страданий различны и разнообразны. Один искушается продолжительностью болезни, другой крайней бедностью, иной обидами и оскорблениями, а оно и тем, что постоянно и непрерывно видит смерть своих детей и родственников, тот всеобщим презрением и отвращением, а этот обвинением в том, чего он и не знает за собою, и навлеченным на него бременем бесславия, иной иным способом, так что всего в точности перечислить невозможно. Каждое из этих страданий в сравнении с твоим несчастьем тебе кажется легким и ничтожным, но если бы ты сам испытал их, то узнал бы, что твое несчастье, на которое теперь сетуешь гораздо сноснее их. Впрочем, если некоторые и меньше нас наказываются, мы не должны соблазняться этим, потому что увеличение трудов служит увеличению наград и бывает твердым оплотом против вольных или невольных нападений. Оно обузывает гордость, прогоняет беспечность, делает нас более благоразумными и благочестивыми. Вообще, если кто захочет перечислить все, то найдет много пользы от искушений, и никто из тех, о ком много печется Бог, не бывает без печали, хотя нам это и не так представляется. 184. Если блаженный Павел много терпел, а никого нет больше его, и даже равного ему, то как можно, чтобы другие люди не нуждались в этом пособии? Если же некоторые невразумились такими скорбями, то уже не по вине пославшего наказания, но по собственному нерадению. Если бы не было приложено к ним врачебство, то можно было подумать, что они погибли от невнимательности к ним. А теперь сделано немало для того, чтобы ни в чем не винить врача, а только самих больных и их невнимательность. Хотя некоторые жившие честно до искушений пали после того, как подверг вести им, другие предавшиеся всяким порокам не испытали никакой скорби, а иные с первого возраста до последнего вздоха терпели бесчисленные несчастья. Но ничем таким смущаться и впадать в отчаяние. Если бы мы могли и обязаны были знать действия промысла Божия и не познали их, тогда следовало бы нам унывать и смущаться. Но если и тот, кто был участником неизреченных тайн и восходил на третье небо, смутился перед этой бездною и, проникнув в глубину богатства и премудрости и ведения Божия, тотчас изумился и тотчас отступил, то для чего мы напрасно усиливаемся узнать непостижимое и следовать неисследимое. Мы не станем противоречить врачу, когда он предписывает противное тому, что нам кажется полезным. Приказывает, например, охладевший член опускать в холодную воду и делать много другого, по-видимому, странного, но заранее убедив себя, что он делает это по правилам своего искусства, охотно повинуемся ему, хотя он часто и ошибается. Почему же мы будем исследовать действия Бога, который так превосходит нас во всем, который есть сама премудрость и никогда не ошибается? Тому, у кого следовало бы требовать отчета, будем верить беспрекословно, а того, кому одному должны верить, будем требовать оправдания и отчета в его действиях и негодовать, что этого не знаем? Свойственно ли это душе благочестивой? Нет, прошу и умоляю, не будем доходить до такого безумия, но о всем, в чем недоумеваем, будем говорить, судьбы твои бездна великая. Даже и то, что мы не все знаем ясно, есть дело премудрости Божией. Если бы мы повиновались Богу, потому что знали бы причины событий, то невелика бы была нам награда. И наше повиновение не было бы выражением веры. Когда же мы, не зная их, с любовью покоряемся всем его повелением, поистинному послушанию искренней вере, тогда доставляем величайшие пользы душам нашим. Мы должны быть убеждены в одном только, что Богом все посылается для нашей пользы, а самого способа не исследовать и не роптать и не унывать, когда не знаем его. Знать его для нас и невозможно и бесполезно. Первое, потому что мы смертны. Второе, потому что мы скоро увлекаемся гордостью. Со своими детьми мы делаем много такого, что им кажется вредным, а на самом деле полезно для них. Однако и они не смеют спрашивать о причине, и мы не убеждаем их предварительно в пользе того, что намерены делать с ними, но только внушаем им повиноваться приказаниям родителей и ни о чем более не спрашивать. Если же мы так относимся к родителям, которые одной с нами природы и не ропщим на них, то она Бога, который превосходит нас настолько, насколько Бог выше людей, как будем роптать за то, что мы не все знаем? Что может сравниться с подобным нечестием? Таким людям блаженный Павел с негодованием говорить, а ты кто человек, что споришь с Богом? Скажет ли создание сделавшему его, почему ты так сотворил? Я указал на пример детей, а Павел привел еще гораздо лучший пример горшечника, обделываемой им глины. Как глина принимает всякий вид, какой дают ей руки, обделывающего ее, так и человеку должно поступать сообразно с тем, что повелевает Бог, и принимать с благодарностью то, что он посылает, нисколько не противоречий, не усиливаясь зазнать причину этого, потому что это непостижимо ни для одних нас, но и для мужей, святых и дивных, живших прежде нас, так Иов говорил, почему нечестивые живут, и вот они умирают насыщенной жизнью и так далее, и блаженный Давид сказал, в мале не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, на работе человеческой нет их и с прочими людьми, не подвергается ударам, после него Иеремия та же говорил, праведен ты, Господи, что сказал судьбы твоих к тебе, что путь нечестивых сеется, Иеремия 12.1 недоумевали и спрашивали и они, но не так, как нечестивые, не ропща на Бога и не обвиняя в несправедливости за дела его, напротив, один из них говорил, правда твоя, как горы Божии, судьбы твои бездна великая, а другой много страдавший, во всех сих приключившихся ему, он не сказал ничего худого на Бога, и в книге своей, рассуждая о творении и изъясняя непостижимость премудрости и домостроительства Божия, говорил, все, сия часть путей его и капля слов его, услышали мы, Иов 26.14, а Иеремия предвидеть, что иной может усомниться, перед вопросом своим высказывает такое суждение, праведен ты, Господи, то есть я знаю, что все совершается тобой справедливо, но способа, каким это совершается, не постигаю. Что же, узнали ли они что-нибудь больше? Нет. Они не получили даже и ответа, как изъясняет блаженный Давид в словах, чтобы разумевать сия труд есть предо мною. Псалом 72.16 это трудно было разуметь, доколе не вошел в дом Божий. Они не получили ответа для того, чтобы потомки научились и не спрашивать об этом. Они спрашивали только об одном, почему нечестивые наслаждаются благополучием и богатством, но и этого не узнали. А нынешние хотят узнать гораздо больше их, потому что ныне предлагается гораздо больше вопросов, чем тогда. Пусть же ясное знание предоставлено будет тому, кто знает все прежде, чем оно совершится. 186. Если же нам самим на основании того, что нам уже известно, следует представить какое-нибудь решение поставленных вопросов для успокоения тех, которым очень хочется знать об этом, то скажу, что после того, как нам открыто царствие небесное и обещано воздаяние в будущей жизни, уже непристойно исследовать, почему на земле праведные живут в скорбях, а порочные в спокойствии. Если там каждого ожидает воздаяние по заслугам, то для чего возмущаться здешними обстоятельствами, счастливыми или несчастными? С здешними бедствиями Бог укрепляет покорных ему, как мужественных борцов, а более слабых, нерадивых и неспособных переносить ничего тяжкого, предварительно располагать готовности на добрые дела. Часто случается и обратное этому, то, что многие праведные живут в спокойствии и чести, а порочные в бесчестии и крайних бедствиях. Этим для нас прежде всего опровергается предшествующее положение, что праведные терпят бедствия, а нечестивые блаженствуют. Если же оно еще нуждается в объяснении, то скажу, что Бог устрояет наше благо неодинаковым образом, но как неистощимый в средствах пролагает нам многие пути ко спасению. Так как многие не хотят принять учение о будущей жизни и воскресении, то он еще здесь являет в малом виде образ будущего суда, когда наказывает злых и награждает добрых. Вполне это совершится на том суде, но отчасти совершается ныне и здесь. Чтобы те, которые ввиду такой отдаленности суда предались греху, вразумелись по крайней мере событиями настоящего времени. Если бы здесь вовсе никто из злых не наказывался и никто из добрых не получал награды, то многие из неверующих учения о воскресении уклонились бы от добродетели как от причины зла, а ко греху прилеплялись бы как к причине добра. С другой стороны, если бы здесь все получали воздаяние по заслугам, то некоторые подумали бы, что учение о суде излишне и ложно. Итак, чтобы и это учение не подверглось сомнению, что большинство невежественного народа по беспечности не сделалось хуже, Бог еще здесь наказывает многих из грешников и награждает некоторых из праведников. Тем, что Он поступает так не со всеми, Он подтверждает учение о суде, а тем, что наказывает некоторых еще прежде суда, пробуждает спящих глубоким сном. Ввиду наказания порочных многие исправляются, боясь, чтобы им не потерпеть того же самого, а вследствие того, что здесь не все получают воздаяние по заслугам, многие невольно приходят к мысли, что оно отложено до некоторого другого времени. Правосудный Бог, конечно, не допустил бы, чтобы столь многие злые умирали ненаказанными, а добрые терпели бесчисленные бедствия, если бы он не приготовил для тех и других иного состояния в будущем веке. Посему он и наказывает и награждает не всех, а только некоторых, как, например, царя персидского и языки, хотя много было таких нечестивых, как этот астериянин, и добродетельных подобно языки, но Бог не со всеми поступил так, как с ними. Причина в том, как я сказал, что еще не пришло время суда, и что это учение не мое, послушай самого того, кто будет судить нас. Когда пришли к нему и рассказали о смерти задавленных башней и о безумии Пилата, которое он выказал в отношении к умершим, смешав кровь их с жертвами, тогда что, Христос говорит, не думаете ли вы, что сии галилеяне грешнее других галилеян, что так пострадали, но истинно говорю вам, что если не покаетесь, то также погибнете. Или те восемнадцать, на которых упала башня Силаамская и побила их, не думаете ли они, что они были грешнее других, живущих в Иерусалиме, нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. В этом причина замедления. Бог для того не вдруг наказывает всех достойных наказания, чтобы через несчастье одних все прочие сделались лучшими. Так пусть будет решен у нас и предложенный вопрос, но ты может быть желаешь разрешения и того вопроса, который предложен выше, и который гораздо труднее этого. Впрочем, я думаю, что когда этот по возможности объяснен нами, то тем самым положено начало решения и первого вопроса. Что же приводит тебя в недоумение? То, что многие от первого возраста до смерти боролись со многими несчастьями. На это также, как и на прежнее скажу, что Бог наказывает их, во-первых, за их собственные пороки, а потом для того, чтобы от их несчастья получили пользу и другие. Если же это бывает не со всеми, то потому, что теперь еще не время суда. Почему же скажут, что некоторые прежде, нежели достигнуть того возраста, когда могут различать доброе от злого, уже несут наказание, как великие преступники? На это не одна причина, но много различных. Это может происходить и от невоздержности родителей, и от неродения воспитателей, и от перемен в воздухе, и от множества других подобных обстоятельств. Притом о многих из них Бог знает, что они будут порочными, и потому наперед связывает их наказаниями, как бы какими путами. Разве не видишь, что из нищих многие в самом прискорном положении совершают множество преступлений, не от горя и не от голода, но единственно по своей порочности? Однажды я слышал от некоторых людей, что нищие, схватив благородную и красивую женщину, обесчестили ее в пустынном месте. Какая нужда, какое горе побудило их к такому делу? Какого же преступления не совершили бы они, если бы несчастье не сдерживали их как цепи? А кто мог бы переносить неистовство и не обузан заключенных в темнице? Не лучше их ведут себя и одержимое демоном. Не о том я говорю, что они делают во время припадков беснования, но о том, что бывает по прекращению этих припадков. Они предаются обжорству и воруют и пьянствуют и совершают еще гораздо гнуснейшие дела. Посему, как судья многих преступников оставляет на жительство в темнице на долгое время, а часто они оканчивают там жизнь, когда даже захочет предостеречь народ, то берет одного или двух из них, садится на возвышенном месте и при всех предстоящих приказывает вести преступника на смерть, не считая нужным делать тоже со всеми преступниками для устрашения прочих. Так и для Бога, когда Он благоволил вразумлять нас, не нужны все злые, но Он берет некоторых из них, о которых знает, что они над ними являют свою силу и гнев, и через это совершает много полезного. Этим Он злых располагает оставить, если они захотят свое нечестие, и добрых делает более внимательными, и показывает свое долготерпение, и для всех подтверждает, как я выше сказал, учение о воскресении. Но какая польза от этого скажешь тем, ты, которые весь первый возраст свой провели в несчастьях и умерли прежде не успели различать добро и зло? Но какой же и вред, скажи мне, терпят они, когда еще и не сознают своего несчастья, и не умеют не печалиться, не радоваться? И не только этим я разрешаю предложенный вопрос, но и тем, что подобными несчастьями вразумляются и родители, и братья, и родственники, и немалые бывают приобретения, если из того, отчего один не терпит никакого вреда, другой получает величайшую пользу. Впрочем, на это может быть есть и другая какая-нибудь тайная причина, известная одному только нашему создателю. 189. Остается еще один вопрос. Почему те, которые прежде искушений жили правильно, после искушений пали? Но кто верно знает живущих праведно, кроме создавшего наедине сердца наши и разумевающего на все дела наши? Многие из тех, которые кажутся добродетельными, часто оказываются порочнее всех. Это обнаруживалось и в настоящей жизни, но только относительно некоторых, по какому-нибудь случаю и по какой-нибудь необходимости. Когда же сядет судить нас, испытующие сердца и утробы, живые, действенные, и острее всякого меча обоюда острова, проходящие даже до разделения души и тела, составов и мозгов, и судящие помышления и намерения сердечные, тогда не некоторых, только немногих из многих, но всех увидишь открыто такими, каковы они действительно, и ни волка не скроет овечье кожи, ни окраска гроба внутренней его нечистоты, потому что нет твари сокровенной пред ним, но все нага и объявлено пред очами его. Это и Павел, объясняя Коринфянам, говорил, поэтому прежде времени никого и никак не судите, доколе придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и объявит намерение сердечное. Впрочем, оставив лицемеров, скажем, о живущих праведно. Откуда известно, что они, имея многие добродетели, не пренебрегли главную из них смирением? Поэтому Бог и отступил от них, чтобы они знали, что добрые дела совершали они не собственной силой, но благодатью Божией. Если же кто скажет, что лучше гордиться, делая добро, нежели смиряться, согрешая, тот совсем не понимает ни вреда от гордости, ни пользы от смирения. Ты, конечно, хорошо знаешь, что человек, делающий добро с гордостью, если только можно так делать добро, скоро дойдет до крайней погибели. Кто допустил себя до падения и падением научился смирению, тот скоро, если захочет, восстанет и справится. Но кто делает кажущееся добро с гордостью и не терпит ничего неприятного, тот никогда не почувствует своей греховности, но еще увеличит зло и незаметно для себя самого отойдет отсюда без добрых дел, как тот фарисей, который вошел в храм, думая о себе, что он богат всякой добродетелью, а вышел, узнав, что он беднее даже мытаря. Есть и другой вид зла, имеющий великую силу, упразднять добро, собранное с великими усилиями и трудами. Это ветер тщеславия. Оно действительно, как ворвавшийся ветер, развивает все сокровища добродетели. Вот открылась нам и вторая причина падения живущих праведно, как ты сказал. Многие, кажущиеся нам перенесшими и переносящими великие труды или добродетели, за то, что делали все ради чести у людей, а не у Бога, и попущены впасть в искушение, чтобы они, лишившись людской славы, для которой терпели все лишения, и узнав, что она в сущности нисколько не лучший цвет от равного, прилепились наконец к одному Богу и делали все для Него. Кроме того, есть на это очень много и других причин, но они, как я сказал, сокрыты от нас, а известны создатели нашему Богу. Не будем жароптать на Него за происходящее с нами, но будем благодарить это свойственно признательным рабам. Ты удивляешься, что нечистый дух напал на тебя не в прежнее время, когда ты роскошествовал и окружал себя мирским блеском, но теперь, когда ты бросился это и всецело предал себя Богу. Но это подобно тому, как если бы ты удивился, почему зрителей никто не беспокоит, а на того, кто записался в борцы, приготовился и вышел на место борьбы. На этого одного из тех нападает противник, поражает его в голову и бьет по лицу. Не то удивительно и достойно сожаления, что демон огорчает и теснит и беспокоит решившийся на борьбу, ибо таков закон борьбы. Но если он поборает и низвергает и лишает награды, вот это ужасно. А пока он не в состоянии сделать этого, то не только не нанесет нам никакого вреда, но еще доставит величайшую пользу, сильной борьбой с нами доставит нам более чести. Так и между воинами лучше всех тот, кто может показать у себя больше ран, и кто вступал в единоборство с сильнейшим из противников. И из борцов мы особенно удивляемся тем, которые вступают в борьбу с непобедимыми, так называют храбрейших из противников, и из охотников, тот считается сильнейшим, кто выходит на самых диких зверей. Твой демон бесстыден и бесстрашен, но потому я и не перестаю изумляться и удивляться тебе, что ты, получив такого противника, не выдал себя, но остался непреклонным и не уступил ему ни в чем. 191 А что я теперь говорю тебе без лести, что действительно ты получил величайшую пользу от своей скорби, то позволь мне говорить прямо, потому что иначе я не могу доказать тебе этого. Ты знаешь и помнишь свою прежнюю жизнь, твою жизнь до искушения. Рассмотри же ее внимательно и сравни с настоящей жизнью после искушения, и ты увидишь, какая польза произошла для тебя от этого бедствия. Теперь у тебя великое усердие к постам, и к ночным бдениям, и к занятию чтением, и к упражнению в молитвах, также и терпение, и смирение достигли у тебя высшей степени, а прежде ты вовсе и не думал о книгах, и все свои заботы и труды употреблял на уход за садовыми деревьями. Многие, как я слышал, упрекали тебя даже в гордости и объясняли ее знатностью рода, славой отца и твоим воспитанием в большом богатстве. Насколько ты был ленив в ночных бдениях, это сам хорошо знаешь. Сейчас, когда другие в глубокую ночь поспешно вставали, ты оставался погруженным в глубокий сон и сердился на тех, кто будил тебя. А теперь, с тех пор, как ты вступил в эту борьбу и ротоборство, все это прекратилось и переменилось на лучшее. Если же спросишь меня, почему бог не попустил демону напасть на тебя, когда ты жил в роскоши и был привязан к делам мирским, то я скажу в ответ, что это было делом промышления его. Он знал, что тогда враг скоро погубил бы тебя, нашедший легко победимым. Посему бог вызвал тебя на эту борьбу не тотчас, как только вступил ты в монашескую жизнь, но предоставил тебе упражняться в течение долгого времени и потом, когда ты укрепился, вывел тебя на это трудное поприще. Если ты упоминаешь о живущих в мире и указываешь на своего слугу, ведь его, я думаю, ты разумеешь, когда говоришь, что многие из мирских людей, подвергшись той же болезни, получили весьма скоро совершенное исцеление. Но, любезнейший, слуга твой и другие, которые подвергались одинаковому с ним бедствию, испытывали это не стою цели, с какой ты теперь. На него и на других Бог попускал этого зверя для того, чтобы только устрашить их и посредством страха сделать лучшими, а на тебя для того, чтобы ты мужественно боролся, славно победил и получил зенец за терпение. А победа состоит не в том, что, когда ротоборец еще во время зрелища уклоняется от борьбы с противником, но когда он во всякое время остается готовым на борьбу, тогда противник и унынием не будет в состоянии довести его до каких-либо негодных помыслов. И что это действительно так, я прямо заключаю из следующего. Всем известно, хотя сам ты и уничижаешь себя, насколько твоя жизнь лучшей жизни твоего слуги. Потому и Бог промышляет и печется о тебе более, нежели о нем. Если же это ясно, то очевидно также и то, что если бы Божье попущение было делом его гнева, он не стал бы так долго подвергать этому того, кого более любит, между тем, как скоро избавил от демона другого, который гораздо хуже тебя. Это я могу подтвердить не только вышесказанным, но и на основании того, из чего ты заключаешь, что Бог оставил тебя, постараясь доказать, что он особенно заботится о тебе. Если бы ты не оказал большого усердия и не совершил далеких путешествий для собеседования с мужами, с святыми и имеющему силу разрешить эти узы, то иной из обыкновенных людей мог бы прийти в недоумение, так как не очень ясна была причина, почему Бог попустил тебе страдать столько времени. Но так как ты посетил места мучеников, где получили исцеление многие даже из тех, которые в бесновании кусали людей, долгое время прожил с мужами дивными, доблестными и всегда успевавшими исцелять больных, и не опустил решительно ничего, что могло бы освободить тебя от страдания, и однако возвратился опять с тем же врагом, то ты принес ясное и вразумительное даже для весьма невнимательных людей доказательство Божие промышления о тебе. Бог конечно не лишил бы тебя своей благодати и не допустил бы посрамления рабов твоих, если бы не видел от этого великой славы и большей пользы для тебя. Таким образом, то, что по-видимому служит знаком оставления тебя Богом, есть знак великой его любви и благоволения к тебе.